Всем привет! Сегодня у нас будет очень важная тема, которая беспокоит многих бипоев, кто занимается больше 5 лет. Это как лечить легкие травмы. Самые распространенные травмы это у нас травмы кисти, травмы коленных суставов, локтей, плечей, может быть, иногда даже. Сразу начнем. Самое простое, что вы можете сделать, это их греть. Многие вам скажут, что греть травмы нельзя. Сейчас объясню, в чем разница. Когда вы чем-то стукнулись и у вас это место опухло, например, тогда греть нельзя. Если присутствует опухоль или отек, тогда греть нельзя. Тогда, наоборот, первый день нужно прикладывать холод, чтобы отек ушел и нормализовалось питание в этой области. То есть смысл весь в том, чтобы сделать, усилить питание той области, которая травмирована. Вы, наверное, заметили, что у детей травмы заживают очень быстро, особенно у самых маленьких, вообще моментально. В чем прикол? Прикол в том, что у них нету застойных проблем, вот как у взрослого организма. То есть у них все сосуды в организме работают на ура. И поэтому питание всех частей тела происходит одновременно хорошо, одинаково хорошо. Но чем взрослее вы становитесь, тем больше застойных процессов. Там нос начинает мерзнуть зимой, руки мерзнут, еще какая-то проблема. Это все проблемы сосудистые. Это значит, что у вас где-то что-то там может пережата, где-то какие-то тромбики маленькие, где-то просто плохой ток крови. И все это приводит к плохому питанию. Ваш организм сам в состоянии вылечить травму. Но ему нужно помочь. Ему нужно все вот эти сосудики пробить и сделать так, чтобы питание было максимально хорошее. Как это сделать? Самое простое это греть, либо растирать, ну массажи вот такие вот всякие, либо греть. Например, возьмем, если у вас болят кисти, вот эти вот суставчики, просто перед тренировкой подставляете руку под кран с горячей водой. Но не обжигайте, просто терпимая горячая вода. Подержите пару минут, чтобы покраснела область. Вот здесь вот. С этой стороны подержите, с этой стороны подержите. И вы почувствуете, насколько будет легче вашему суставу на тренировке. Повторите то же самое после тренировки. Этим самым, нагревая участок, вы расширяете сосуды в этой области. И соответственно, ток крови становится лучше. А отсюда становится лучше питание. И все плохие вещества, они нужны, будут оттуда забираться кровью. И все полезные вещества будут туда приходить. Это работает со всем вообще абсолютно. То есть, например, там коленный сустав. Если вы чувствуете, что оно у вас болит или еще что-то, но вы им не ударялись, ничего такого. То есть, просто на каком-то элементе, на какой-то фишке, на каком-то элементе подвернули колено или как-то его неудобно положили, но оно не опухло. Замечу, это важно. Если оно не опухло, если нету никакого отека, тогда нужно колено греть, растирать руками, но не надо ударов никаких. Не надо там по коленям стучать, ничего такого делать. Как греть? Проснулись с утра, и с утра залезаете в душ, и душа, прямо горячий душ, не надо никаких контрастных душ, а просто горячую воду включаете на ту область, где болит. С разных сторон, прямо долго-долго-долго. Душа такой мини-массаж, он помимо нагревания еще пробивает точки. Это важно знать. И соответственно, каждый вечер перед сном вы принимаете горячую ванну и в ней отмокаете. Тоже как бы расширяете сосуды, и питание происходит лучше. То есть, грубо говоря, вы помогаете своему собственному организму залечить ваши травмы. Это самый простой способ. Это касается всего. Лучше вообще делать профилактически. То есть, вы залезли с утра в душ и начинаете, погрели локти, погрели плечи, погрели колени, погрели там шею. Шею можно растирать, берете сами себе, массируете. От затылка до выпирающего позвонка. Каждое утро, каждый день, каждый вечер. И тогда травм можно избежать даже, и не просто их лечить. Но вдруг, если что-то... Просто я напоминаю еще раз. Греть нельзя травмы, которые сопровождаются опухолями или отечностью. Что это значит для тех, кто не понимает о чем я говорю? Это значит, что сустав будет опухать. Где-то шишки какие-то еще, что-то может быть. На локте вот эти вот бурситы любимые, которые там на локте попрыгал, там шишка такая вылезает. Их нельзя греть. Запомните. Греть можно и нужно только те суставы, которые болят, без опухоли и отеков. Надеюсь, вы был полезен. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok